МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прятала тело ребёнка на балконе. Как можно этого ребёнка спрятать в коробку? Я же 9-й приехал, ещё в балконе помыло. Не заметил даже запаха. Нам стали известны подробности этой печальной истории. Без горячей воды остались более 20 микрорайонов. В Нижнеканске стартовала подготовка к отопительному сезону. 650 тысяч сосен на площади 260 гектаров. Посадка происходит механизированным способом, однако люди контролируют этот процесс, чтобы всё было высажено верным. В Нижнеканске началась компенсационная высадка деревьев. В помощь бойцам на СВО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре МИРАЗ на Красном Ключе пройдёт благотворительный концерт. Счастливые и влюблённые, как и 45 лет назад. Дети, внуки. Отмечаем каждый год в кругу семьи наш праздник, день регистрации. Во дворце бракосочетания прошёл парад юбиляров в супружеской жизни. Об этом и только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Десять дней прятало тело младенца на балконе. Сегодня стали известны подробности этой истории. Свекровь и муж подозреваемый не верят, что погибший малыш – её сын. Подробности в материале Светланы Шумковой. Не знаю, как можно этого ребёнка спрятать в коробку. Я же в девято приехал, ещё в балконе помыла. Не заметил даже запаха. Эта женщина – свекровь молодой Нижнекамки. Как сообщают СМИ, девушка 10 дней прятала тело младенца на балконе. Коробку нашли, когда свекровь была дома. Но только погибшего мальчика вряд ли родила её невестка, считает пенсионерка. Не знаю, то ли она, то ли она покрывает. Но я её видел, у меня живота не было. Откуда мы всё знаем? Даже сын не видит, что это его. Она гуляла, детей оставила одни. Но по версии следствия, 21-летняя Нижнекамка родила малыша, когда находилась дома одна. После родов она якобы оставила новорождённого в коробке на балконе. Известно, что родила своего сына женщина в начале мая. Пока неизвестно, то ли он уже родился мёртвый, то ли мать сама что-то сделала со своим ребёнком. Спустя несколько дней после того, как произошли роды, а учитывая то, что девушка не состояла на учёте по беременности, она решила свести счёты с жизнью. У 26-летнего сына этой женщины и её невестки уже есть двое детей. Старший сейчас в больнице. Бабушка смотрит за младшим. Свекровь рассказала, что её невестка имела романы на стороне. Вероятно, она выпала с третьего этажа дома из-за ссоры с любовником. А своему сыну она не сразу смогла сказать о случившемся. Сейчас девушка находится в больнице Набережных Челнов. В отношении неё начато разбирательство по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. За последние несколько дней полицейские изъяли наркотические средства у троих нижнекамцев. В первом случае был задержан 33-летний мужчина, который прятал наркотики ПВП в пачке сигарет. Спустя несколько дней правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого нижнекамца возле лесопосадки, который при виде сотрудников что-то выбросил в кусты. Оказалось, это были три свёртка с мефедроном, полимерные пакеты и весы. В этот же день были задержаны ещё трое молодых людей. У одного из них под чехлом телефона был обнаружен пакетик с мефедроном. Во всех трёх случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел. За пять месяцев текущего года было возбуждено 71 уголовное дело по статье «Незаконное приобретение хранения перевозка наркотических средств». 15 дел в сфере незаконного оборота наркотиков направлено в суд. На учёте в наркодиспансере состоят более тысячи человек. Без горячей воды остались более 20 микрорайонов. В Нижнекамске стартовала опрессовка труб. Это плановая подготовка городу к отопительному сезону. Сейчас идёт проверка тепловодов на прочность. На тех участках, где будут выявлены дефекты, трубы заменят или отремонтируют. Промывка систем, слив воды, проверка давления и измерительных приборов. Так начинается опрессовка. Это помогает найти слабые места или же наоборот. Удостоверится, что система отопления герметична. Сегодня процедуру провели по адресу Сиумбике, 4. Сейчас в ежедневном порядке по 5 домов в день мы показываем проверяющим органам. То есть проводится это в течение дня можно сделать. Если проблем особо в доме нет, то за один день ревизия полностью производится. Если нужно запорную арматуру отремонтировать, то это может сцениться день-два. Опрессовочные проводятся ежегодно в межотопительный период. Работы много. Что же касается отключения воды, то придётся потерпеть. Без этого никак. Впрочем, жители к этому отнеслись с пониманием. Просто тёплой воды нет. А холодные пускай тёпки, хотя бы холодные. То есть вам не доставляет дискомфорта? Ну, мы всё понимаем. Ремонт идёт. Опрессовка – обязательный процесс. Если её не проводить, то возможны серьёзные аварийные ситуации, говорят специалисты. Поэтому каждому дому подходят ответственно. На две недели – это много. Это же можно, как говорится, второй сменой можно делать. Вот на химии мы работаем, и во второй смене там смена делают. А это днём только нужно. Считается, что можно постараться, да? Вы быстрее это всё сделаете? Ну, на неделю можно постараться. Возобновить подачу горячей воды должны до 24 мая. На тех участках, где выявят какие-либо дефекты, заменят или отремонтируют трубы. Что же касается подготовки к отопительному сезону, то до 15 августа её полностью должны завершить. Денис Макаров, Булат Абдульманов. Новости НТР. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru. Там же идёт круглосуточная трансляция канала. В Нижнекамске состоялось выездное заседание координационных советов микрорайонов номер 17 и 21 с участием депутата по Шинниковскому избирательному округу Рамиля Мулина. После в 35-м лицее подвели итоги и обсудили проблемы, поставили задачи, рассказали градоначальнику о работе, которая ведётся на этих улицах. 150 тысяч саженцев сосны деревья начали высаживать на территории недалеко от Митягина-Ключа. Делается это, чтобы компенсировать вырубленные лесные массивы из-за строительства трассы М7 в обход Нижнекамска. Всего будет высажено 650 тысяч сосен на площади 260 гектаров. Несколько секунд и молодое дерево посажено. Так, с самого утра тракторы бороздят просторы между Митягином-Ключом и промзоной. Здесь будут высажены 150 тысяч саженцев сосны на площади 60 гектаров. Посадка происходит механизированным способом, однако люди контролируют этот процесс, чтобы всё было высажено верно. Также молодые саженцы имеют закрытую корневую систему, что даёт высокий процент выживаемости саженцев. Высадка ведётся, чтобы компенсировать вырубленные лесные массивы из-за строительства трассы М7 в обход Нижнекамска. Для посадки деревьев были привлечены работники Сабинского лесхоза. К сожалению, в ходе проектирования не удалось избежать вырубки лесного массива на землях Нижнекамского муниципального района. В то же время законодательство предусматривает обязательно проведение компенсационных мероприятий, компенсационных посадок насаждений. Сегодня начата работа по посадке саженцев сосны. У нас в рамках строительства входа городов набережной Челны Нижнекамска будет изъяты земли из лесного фонда под наше строительство в районе 260 гектар. И в качестве восстановления лесного фонда нам нужно будет посадить 650 тысяч саженцев. На данный момент определён пока у нас только один участок. Это на северо-востоке Нижнекамска в районе Корабельной рощи. А остальные участки будут определены Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан. Закончить высадку планируют до 20 мая, а осенью она продолжится. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. В помощь бойцам на СВО. Завтра в центре МИРАС на Красном Ключе пройдёт благотворительный концерт. На сцене выступят начинающие артисты, творческие коллективы города, пройдут мастер-классы по изготовлению сухпайков и сухого душа для солдат на передовой. На генеральной репетиции побывала Вера Муратова. Артисты репетируют, отстраивают звук, привыкают и к залу. Идёт последний прогон. А уже завтра на сцене МИРАС выступят инструменталы, вокалисты разных возрастов, творческие коллективы района, которые уже давно полюбились нижнеканцам. И делают они это от чистого сердца, даря частичку себя, хотят по максимуму помочь бойцам на передовой. Как-то объединился такой фестиваль доброты, дружбы и полезного действия. И хотелось, чтобы вот это было действительно услышано. И Нижнекамск, давайте поможем и сможем. Концерт благотворительный, но формат не в том, чтобы собрать деньги с продажи билетов. Главная задача – привлечь как можно больше людей к волонтёрской помощи. Для этого будут проводиться различные мастер-классы, научат делать сухой армейский душ и борщ. Здесь будет идти благотворительность по зову сердца. От того, захотел человек как-то, даже не то, что отблагодарить, а оказать помощь, значит, он окажет. Если нет, его помощь будет заключаться в том, что он потом кому-то расскажет, с кем-то поделится информацией, и другой неравнодушный присоединится к нам. Волонтёры движения уже изготовили и отправили на фронт более 6 тысяч штук сухого душа. Могли бы больше, но не хватает свободных рук. Также в холле будут установлены кубы. Желающие смогут оказать финансовую поддержку. Средства пойдут на закупку материалов, ингредиентов и оборудования. Концерт начнётся в 6 часов вечера в центре Мирас на Красном Ключе. Вход абсолютно бесплатный. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. «Сияние балкыш». Именно под таким названием пройдёт концерт, на котором выступят лауреаты 7-го республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов республики. Состоится мероприятие в Доме народного творчества. Завтра, 17 мая, начало в 12 часов дня. Вход свободный. В Нижнекамске установили новые ограничители движения – полусферы. Работы были выполнены специалистами управляющей компании. Полусферы устанавливаются во дворах, на тротуарах, тем самым перекрывают проезд машин по пешеходным зонам. Новые ограничители движения уже появились на улицах Корабельная, Табеева, а также на проспекте Мира и Химиков. Помогают ли такие ограничители? Такой опрос мы провели в нашей официальной группе во ВКонтакте. 49% ответили, что пользы от них есть. Чуть меньше 34% опрошенных считают, что они бесполезны. 17% и вовсе не знают, что это такое. Вы также можете оставить свой голос. Для этого вам нужно перейти по ссылке, которую вы видите на своем экране. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. В Нижнекамске формируют новый состав молодежного парламента при Совете НМР. Управление по делам молодежи объявило конкурс по формированию нового созыва молодежного парламента при Совете Нижнекамского района. Участвовать в конкурсе могут только совершеннолетние жители района в возрасте до 35 лет и без судимости. Подать заявку можно на сайте Управления по делам молодежи Нижнекамского муниципального района. Счастливые и влюбленные, как в день свадьбы. Во дворце бракосочетания прошел парад юбиляров супружеской жизни, приуроченной к Международному дню семьи и году национальных культур и традиций. Шесть супружеских пар из разных национальных культурных объединений города принимали участие в торжественной церемонии, как 45 лет назад под марш Мендельсона. Подробнее расскажет Денис Макаров. Счастливые, до сих пор влюбленные и снова в ЗАГСе. В зале собрались пары, которые в браке уже десятки лет. Сегодня они отмечают сапервы и золотые юбилеи свадьбы. Цветы вручают дети и внуки. У нас всегда народ, гости, родственники, друзья, дети, внуки. Отмечаем каждый год в кругу семьи наш праздник, день регистрации. Проработала я 30 лет в городском ЗАГСе здесь. Сама регистрировала молодых юбиляров, детей. Муж работал всю жизнь на шинном заводе. Он заслуженный химик Татарстана. Ветеран труда. Ветеран труда. Замечательный муж. Отличный, добрый папа. В управлении ЗАГСа чествовали шесть супружеских пар различных национальностей. Поздравить юбиляров пришли народные коллективы. Украинская вербиченька, чувашский шанкарав, театр, томаша и другие. Например, чувашские сообщества показали обряд, как они встречают жениха и невесту. То же самое показали татарское сообщество. Мама с папой угощали уже невестку и своего зятя. Как это все проходит, мы сегодня смогли это уже увидеть театрализованной постановкой. Семья Найденко сегодня отмечают сапфировую свадьбу. С 45 лет они живут в Нижнекамске. Город для них давно стал родным. Виталий принимал участие в его строительстве, а Людмила учила детей. У украинцев принято, когда молодые женятся, это называют не просто бракосочетанием, а стал и нарушник. То есть заключили брак. И рушник это то, что объединяет все семьи, связывает семьи, связывает людей. И это с самого детства, от рождения и до тризны сопровождает человека. Рушники в нашем обуче присутствуют. А мы стараемся свою культуру поддерживать. В этот день супружеские пары снова расписались. Но на этот раз в книге почета и в конце традиционная общая фотография на память. Денис Макаров, Марсель Джураев, Новости НТР. Возможность заявить о себе и показать все свои профессиональные навыки в колледже нефтехимии и нефтепереработке прошел 4-й отраслевой чемпионат профмастерства Нижнекамского предприятия Сибура. За первое место вороли специалисты лабораторного химического анализа и аппаратчики химпроизводств. Победители представят Нижнекамск нефтехим в другом, более масштабном конкурсе среди предприятий Сибура. Как это было в сюжете далее. Работаем все в исправных СИЗах, соблюдаем технику работ с химическими реактивами и лабораторной посудой. Прежде чем приступить к выполнению конкурсных заданий, обязательный инструктаж по технике безопасности. Только затем участники компетенции лабораторно-химический анализ проходят на свои рабочие места. Данный конкурс набирает популярность среди работников нефтехимии, отмечают эксперты. В этом году изъявили принять участие 13 работников Нижнекамск нефтехима и два студента колледжа нефтехимии и нефтепереработки. У нас впервые так, чтобы действительно в конкурсе лаборантов химоанализа на предприятии принимали участие 13 человек. Обычно такого большого количества не бывает, поэтому команда большая. Я надеюсь, такой же интерес и такая же вовлеченность для участия в этом конкурсе будет и в дальнейшем. Конкурсанты должны провести два вида лабораторного анализа. 15 минут отводятся на изучение задания. После запускается таймер. На все про все три часа. Главное сделать все четко, грамотно, читать внимательно условия и не волноваться. В идеале итог должен получиться у каждого один, поскольку условия задачи у всех идентичны. Участников такой соревновательный процесс подзадоривает. Каждый стремится показать все, на что способен. Для меня участие в конкурсе – это личностный рост, возможность показать себя. Участие в такого рода конкурсах для меня не впервой. В том году я заняла пятое место, в этом году я пришла с целью занять первое. В первую очередь развитие, увидеть некоторые новые возможности, которые не видела раньше, и также познакомиться с другими работниками. В производственных мастерских свои профессиональные качества и умения показывают аппаратчики. Ребята все молодые, но уже готовы блеснуть своими глубокими познаниями. Всего они должны пройти четыре этапа. Участникам пришлось показать мастерство при газоопасных работах, начертить технологическую карту, провести рептификацию, а также пустить и остановить колонну. В каждом этапе есть подводные камни, и только настоящие асы своего дела смогут завоевать первое место, говорят эксперты. Проходя какие-то этапы по теории и по, например, массообменному процессу, позволяет им знать больше процессы, лучше обслуживать оборудование, ну и идти дальше развиваться. Вот не секрет, сегодня в наших экспертах это бывшие участники Кукарина Андрея, Алдарев Антон. Это наши победители прошлых отраслевых чемпионатов, которые проводились с СИГУРом. Егор Шипаев с условием одного из испытаний справился блестяще. Один из первых довел температуру в колонне до нужной и получил 94-процентный спирт. Результатом он доволен. Эта установка требует точное знание вертификации, соответственно, всех нюансов, температуры, времени, нагрева куба. Соответственно, надо знать, следовать конкурсному заданию, регламенту, ну и у всех все получится. Компетенцией аппаратчика заявилось 12 специалистов заводов Нижнекамс-Нефтехима. Победители этого этапа будут представлять предприятие на отраслевом этапе чемпионата СИГУРа в сентябре. Борьба будет еще жестче. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Плюс 25 градусов. Такую максимальную температуру прогнозируют синоптики на ближайшие дни. Северные воздушные потоки сменятся на восточные, а погода будет малооблачной. К тому же осадка в ближайшие дни не ожидается. Связано это с повышенным атмосферным давлением. Ночью столбики термометра не будут опускаться ниже плюс 8, плюс 10. В ближайшие дни, как и в целом в ближайшую декаду, фон температур будет превышать климатическую норму примерно на 2 градуса. Норма температуры для этого периода составляет около плюс 13, плюс 14 градусов. Подробнее о погоде в Нижнекамске сразу после выпуска новостей. А на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. В среду 17 мая в Нижнекамске ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до отметки плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В четверг ожидается ясная погода. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду.